Всем доброго времени суток! Друзья, сегодня общий расклад под девизом И тьма накрыла Ершалаим. Но что касается акции, которая проходит по колоде Таро Долины Миражей, она продолжается сейчас. Вот на такой красивой колоде можно заказывать акционные гадания. Для заказа вообще личного гадания, участия в акции по льготной цене на этой колоде, пишите мне в личку. Все мои контакты под данным видео в текстовом описании. Ну и мы приступим. Для кого данный общий расклад? Если вы сейчас находитесь в трудной ситуации и если у вас происходит что-то тяжелое в жизни, ну тут скажем так, вы можете расценивать по-разному. Жизнь в общем, в которой все не ладится. Это темная полоса. И второй вариант это если у вас есть определенная проблема, которую хотелось бы как можно быстрее конечно же разрешить. Вот что в этом случае нужно делать и насколько перспективно то, что в ближайшие полгода ситуация ваша наладится и все исправится в вашей жизни. Это мы и будем смотреть. Варианта будет три. Вы просто выбираете для себя колоду, которая на вас смотрит, которая больше нужна. Сегодня я подобрала колоды, которые, скажем так, две из них являются как будто бы полутемные, а две выполнены в стиле манго, то есть в стиле таких комиксов японских, очень красивые картинки, интересные карты. В этот раз я буду выкладывать не на какие-то вопросы конкретный ответ, а каждая карта будет означать в определенный период времени. Что это и какой период времени сейчас после выкладки карт, чтобы не отвлекаться на это я вам поясню для того, чтобы не сбиться с волны. Поскольку гадание на ближайшие полгода мы делаем следующим образом. Первое, что мы делаем, мы выкладываем карту. В каждом варианте первая карта будет означать ближайшие два месяца, потом третий, четвертый месяц, пятый, шестой месяц. И вот третья колода в ближайшие два месяца, с третьего по четвертый, с пятого по шестой. Будет ли улучшение в вашей жизни? Будет ли улучшение жизненной ситуации, с которой вы сейчас пытаетесь справиться? Для тех, кто выбрал данную колоду, мы смотрим. Итак, в ближайшие два месяца ситуация не наладится, особенно если проблема касается чувства одиночества. То есть вот эта черная полоса, если вы одиночество особенно именно так воспринимаете, ближайшие пару месяцев еще протянется. Третий и четвертый месяц, а вот в третий и четвертый месяц у вас появятся все возможности, вы обретете власть для того, чтобы улучшить ситуацию. Пятый и шестой месяц, ну тут в принципе, поскольку уже третий и четвертый месяц мы видим улучшение, особенно третью карту смотреть уже нам и не стоит. Хотя она в принципе говорит о том, что будут какие-то иллюзии в пятый и шестой месяц от сегодняшнего дня, когда вы смотрите это видео. То есть вы его можете смотреть и через месяц, и через год после его съемки, но оно будет актуально и позже для тех, кто его найдет для себя, например, спустя полгода-год. Для тех, кто выбрал данную колоду, мы смотрим в ближайшие два месяца, будет ли улучшение. И здесь мы можем сказать, что если вы делаете все в соответствии с законом и нормами морали, то тогда улучшение какое-то ждет. А вот если вы немножечко хитрите и может быть где-то поступаете не очень честно, а может быть где-то пытаетесь добиться того, что вам не принадлежит, тогда улучшение ситуации, к сожалению, не предвидится. В третий и четвертый месяц от дня, когда вы смотрите, могут быть резкие изменения. Но мы сейчас посмотрим, насколько эти резкие изменения могут быть благоприятны для вас. Но вы знаете, кстати, вот в третий и четвертый месяц может быть усугубление данной ситуации, то есть вот в связи с этой проблемой или в связи с вообще общим жизненным каким-то пессимистическим настроением может быть своеобразный взрыв, может быть что-то, что вызовет какие-то резкие перемены. Но, к сожалению, они не могли бы, наверное, назваться хорошими. Если это какие-то проблемы со здоровьем, то есть риск оперативного вмешательства в третий и четвертый месяц от сегодняшнего дня, когда вы смотрите расклад. Ну и пятый, шестой месяц, что мы смотрим? У вас выпадают вообще в раскладе сплошные мечи. И эти мечи говорят о том, что у вас есть некая затянувшаяся полоса неудач. Но вот с чем она связана, это, конечно, вопрос хороший. Давайте дадим дополнительные варианты, с чем связана ваша полоса неудач. По третьему варианту. Выбирайте первый или второй вариант дополнительной карты. Первый, второй. Те, кто выбрал второй, мы видим, что у вас проблемы. Опять ложится мечевая карта. Вообще, конечно, чудесный вариант для вас попался. Ложится мечевая карта, которая говорит об остановке некой деятельности. То есть это может быть, если касается здоровья, плохая работа органов, не очень хорошее кровообращение, замедленный ритм сердца, атония кишечника. То есть все, что связано плюс ко всему с параличами, порезами, обездвиживанием организма. Вот со всем с этим. То же самое мы можем сказать о делах. Работа стоит, как будто бы какое-то болото. Личные отношения тоже то ли отсутствуют по данной карте. То ли если они есть, они очень какие-то вялые и практически интенсивность общения в них равна нулю. Для тех, кто выбрал первый вариант дополнительной карты, мы смотрим. Ну а для вас причина вот такой черной полосы неудач вполне может быть либо в ваших неправильных действиях, либо если вы никаких неправильных активных действий не совершали, то это может быть воздействие магии на вашу жизнь, которая изрядно вас потрепала, скажем так. Но диагностику магии, конечно, по этой карте только нельзя провести. Скорее всего, это, конечно, действия людей, которые помешали, повредили. Примеры диагностики магического негатива есть на моем канале. Есть бесплатная диагностика в плейлисте с общими гаданиями. Но если вы хотите индивидуальную то пишите в личку. И для тех, кто выбрал данную колоду, мы смотрим, что у нас здесь находится. В ближайшие два месяца, но в ближайшие два месяца будет спорная ситуация, когда вы будете бороться, скажем так. Это, возможно, может быть и шуточная потасовка, какие-то, знаете, по мелким поводам бои местного значения, скажем так, их назовем, будь то дома, на работе или в какой-либо другой сфере. Но это не говорит о действительно какой-то черной полосе. Это скорее говорит о том, что есть какая-то проблема, но она не настолько глобальная и серьезная, чтобы из-за нее расстраиваться и буквально уходить в депрессию. Третий и четвертый месяц дадут ли вам улучшения? Ну и здесь улучшения тоже сомнительны, потому что выпадает карта, идентичная третьему варианту. Однако может быть эскалация конфликта, какие-то активные действия. Причем это может быть действительно очень резко, внезапно, но опять же по не очень какой-то серьезной теме. То есть все, что вы военным методом, скажем так, пытаетесь выяснить и наладить, вполне можно решить миром и не нужно усугублять эту ситуацию. И пятый и шестой месяц, вот тут придет долгожданная помощь. Пятый или шестой месяц от того дня, когда вы смотрите это видео. То есть улучшение предвидится. И действительно у нас получилось так, что по первому варианту достаточно быстрое улучшение, по второму уже приблизительно через полгода, на пятый и шестой месяц от сегодняшнего дня просмотра вами этого видео. Ну а третий вариант у нас составляет, конечно, желать лучшего. Но вы знаете, все в мире бывает. И сразу могу сказать, что это гадание, еще раз напомню, было не для тех, у кого в жизни все хорошо, у кого бабочки летают, цветы дарят каждый день и буквально в душе цветут ромашки. Вот это видео было не для таких зрителей, которые счастливы. Это именно для тех, у кого есть действительно глобальная проблема, черная полоса в жизни и есть конкретная проблема, которая бы, конечно, хотелось, чтобы решилась как можно быстрее. А я желаю всем удачи, до новых встреч, до свидания.